Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! Завтра у нас наступает Новый год по восточному календарю и мы с вами сделаем биоритмологическую раскладку по активности органов с учетом этой раскладки биоритмологической рекомендуется выполнять разного рода очистительные, оздоровительные, укрепляющие лечебные и прочие-прочие процедуры потому что все у нас подчинено ритмам Что такое ритм? Это есть энергия, нет энергии Космос нам дает энергию У нас правят в окружающем мире 5 стихий Эти 5 стихий активируют те или иные функции организма и связанные с ними органы Поэтому это желательно знать и все делать с учетом этого Ну, по вашим вопросам я понял, что вы в этом деле довольно-таки хорошо разбираетесь Единственное, считать, не совсем научились Ну ладно, смотрите, как надо поступать Год у нас, вот так вот скажем, 360 дней Это окружность Ну, там, 365 дней Окружность берем И вот эта вот окружность у нас периодически активируется 5 стихиями Значит, каждая стихия должна занимать по 72 дня Итак, не будем тянуть кота за хвост, начнем Важно еще понимать, что у нас целый год Есть еще большие такие космические ритмы Целый год будет править стихия воды Черная вода Значит, в это время, в течение всего года Будут активные почки, почевой пузырь А вот что касается, то есть, такие прохладные водяные органы А что касается огненных органов Таких, как сердце, тонкий кишечник Вот это вот будет страдать То есть, будет несколько страдать Ну, у здоровых людей это особо-то и не отметится А вот у таких ослабленных Это может довольно-таки хорошо проявляться То есть, страдать с сердцем Проблемы, значит, с сердцем С сердцем, именно с сердцем Далее, с пищеварением, с тонкой кишкой Ну, немножечко будут умственные способности Не так хорошо работать, потому что они огненные Вот, а что касается почек, мочевого пузыря То этот наиболее благоприятный год Для того, чтобы их укреплять там Человек со слабой функцией мочевого пузыря Почек будет довольно-таки хорошо себя чувствовать Вот в это время Итак, начнем Новый год начнется завтра 1 февраля Значит, начинает править стихия дерева Стихия дерева, она связана Вернее, активирует печень Желчный пузырь Вот эти вот функции их Значит, когда она начнется Давайте сначала раскладочку сделаем Итак, с 1 февраля Отсчитываем 72 дня И у нас печень будет активна по 12 апреля Далее Энергия уходит Она должна пройти через центр Так вот интересно Значит, будет активен в течение Следующих 18 дней Будет активен желудок, поджелудочная железа И я бы сюда отнес и костный мозг Значит, с 13 апреля по 30 апреля Будет активен желудок, поджелудочная железа, костный мозг Далее у нас идет Энергия, как бы сказать, через центр прошла И вышла на активацию другой стихии Огненной стихии, которая связана с сердцем Связана с тонким кишечником Впищеварением, умственной способностью То есть огненная функция Значит, сердце и тонкий кишечник Будет активны с 1 мая по 11 июля 72 дня Потом энергия опять уходит Через центр 18 дней Это у нас будет, смотрите, активен желудок Поджелудочная железа И костный мозг Они будут активны с 12 июля по 29 июля Через центр прошла И, значит, стихия земли Вышла на другую, значит, активность Активность легких толстого кишечника Легкие толстые кишечники Кишечник будет активны 72 дня С 30 июля по 9 октября То есть в это время как раз все манипуляции Можно делать именно с толстым кишечником С легкими Они будут сильны И вот их можно тут оздоравливать Далее у нас опять Энергия, как бы сказать, проактивировала 72 дня И она уходит через центр На другую, на другую активацию То есть с 10 октября по 27 октября Будут опять активен Желудок Там Поджелудочная железа И костный мозг То есть в это время вот эти все манипуляции Там желудком Лечение желудка Сращивание кости И вообще обновление Как раз вот эти вот Нехорошо делать 18 дней И мы выходим на активность почек И мочевого пузыря Следующие 72 дня То есть это стихия Вот как раз стихия воды Стихия холода Связана с почками И связана с мочевым пузырем Значит почки будут И мочевой пузырь активны С 28 октября По 7 января 2023 года Раскладку я вам рассказал Значит вы самостоятельно Все это можете легко и просто сделать Кратко скажу Отсчитывайте вот С 1 февраля 72 дня Это у нас печень Желудочным пузырем Далее 18 дней Это у нас Активен желудок Пожелудочная железа Костный мозг Далее 72 дня Отсчитывайте Сердце Тонкая кишка Далее прибавляйте опять 18 дней Желудок Пожелудочная железа Костный мозг Следующие 72 дня Легкий Толстый кишечник Опять 18 дней И после этого Еще разок прибавляете 72 дня И у нас получаются Почки И Мочевой пузырь Далее Теперь Если Говорит о том А когда там Лучше Чистить Допустим Печень Профилактически Вот смотрите 1 февраля Лучше всего Печень Почистить Перед Перед полнолунием Полнолуние Полнолуние У нас как раз Где-то будет Примерно 15 февраля Поэтому Числа С 10 Начинаем Делать Процедуры Смягчающие Организм 10 11 Можно 12 А вот 13 14 Можно Сделать Чистку Печени И на следующий Месяц Прошел Лунный Месяц Когда Ну примерно С 1 Февраля Если он Начался Значит Грубо говоря 29 у нас Дней Примерно 29 он И закончился Я округленно Считаю И потом Значит С 1 Марта Начинается Опять Новый Лунный Цикл И грубо говоря Где-то 15 марта Это будет Полнолуние Вам Надо Не на Полнолуние А 10 дней Примерно От Новолуния Прошло То есть Это примерно Будет С 10 Марта Опять-таки Начинаете Подготовку Смягчения Организма Для чистки Печени А числа Допустим 12 13 14 Или даже Можно 15 Марта Ну На Полнолуние Нежелательно Вы Делайте Чистку Там Вторую Профилактические Если Вам Надо Ну И В принципе Вот это Вот Вот эти Два Две Даты Значит Грубо говоря С 13 По 14 Февраля И Примерно С 12 По 15 Марта Вот это Самые Лучшие Дни Для чистки Печени Здесь Вы попадаете В биоритм 72 Дня Плюс Вы попадаете В биоритм Активности Печени Во время Лунного Цикла Это Это Как Раз Вот Примерно Там 12 13 Там Лунные Сутки И Будет Очень Все Хорошо Ну Все На этом Я заканчиваю Там Котик Просится Маленький Тигренок Кричит Куда-то Его надо Выпустить Вот Так Вот Все Это Делайте Рассчитывайте Кстати Мне Еще Надо Сочинить Схватворение На Февраль